сегодня я планирую перекрасить дверь а хотя мне надо еще вот это все шкурить но я дверь же отмыла поэтому специальная такая шугар сок называется штука которая отмывает перед под краской и буду окрасить зеленый я хочу попробовать открутить вот этот вот боковушку чтобы был стык ровненький с ней не надо посмотреть как вот эти вот снимать железные части и буду их попробую снять чтобы аккуратненько все потом сверху было и потом сегодня мой на этой неделе выходные может быть доделаю крыльцо посмотрим я пошкурила уже сделал решила написано не надо шкурить но я решила вот таким блоком очень удобно было вот она оказалось что это когда дверь тоже была покрашена я это заметила вот здесь по брызгам но профессионально красилась спреем сейчас мой всю вот эту часть это я открутила это открутила дети можно потише пожалуйста вот эту достала часть а вот это не отсоединяется поэтому и они красили тоже мы могли бы конечно почистить сейчас все это смою обезжирю и можно уже красить будет дверь покрашена здесь все сняла прорезала вот где на стекло чуть-чуть неровный шов я брала острый нож прорезала и потом со стекла соскабливала кое-где маленькие недокрасы были тоненькой кисточкой сделала и сейчас уберу вот здесь я единственная где сделала на всякий случай три слоя везде у меня два слоя нигде краска не просвечивается поэтому вообще два слоя даже в рекомендации у них на минимум два но я вижу что у меня хорошо покрылась все если что потом еще нанесу и защитный ничего не делала написано что не нужно ничего защитного вот посмотрим если нужно будет то сверху еще прокроем защитной пленкой такой сейчас буду вот это все снимать здесь она конечно мокрая только что красила но я сниму потому что легче будет что-то доработать пока она не до конца высохла то есть тактильно она сухая вот эту можно штуку тоже будет закрутить сразу вот тут пока я может быть сниму скотч но закрывать дверь не буду потому что здесь оказывается вот эта штука у нас она мажется и следы а вот это вот и следы на двери оставляет то есть я вот когда она закрывается вот здесь сверху сбоку такие следы некрасивые появляются не ну какую дверь я сделал дверь то мы будем потом менять но сейчас временно это просто небо и земля с тем что было осенний венок сюда повесим вот такая дверь по итогу получилось уже как вы видите с венком и сзади уже большую часть ремонта тоже видите решила отдельно записать краску которая все это красила вот так она называется вообще по поводу красок то все это в моем инстаграме специально у меня там выделены материалы я туда тоже буду постепенно все больше и больше по ремонту заливать все вообще в stories в первую очередь все появляется какой у нас ремонт видите тут уже многое поменялось а так в будущем мы будем вот это сносить часть так жалко так красиво штукатурили все ровненько потом сносить мы будем сносить вот эту часть вот так и здесь будет такая большая современная дверь я бы в идеале вообще подняла бы до верха прям и вообще убрала бы вот эти боковушки то что прям в полный срез был двери как викторианские двери старые но я многим показывал в инстаграме моем вообще все весь процесс ремонта у меня в инстаграме в первую очередь и каждый день там влоги все в живом времени показывал кучу ссылок но это очень дорого будет стоить а снести вот эту штучку нам не надо никаких укреплений наверху ничего просто спилили болгаркой все и плюс там крыша крыльца крыльцо я убирать не хочу поэтому пусть так будет высота но просто будет потом современная дверь я не решила она будет также здесь останется здесь просто окно до низу либо мы сделаем дверь посередине а здесь такие тонкие стекла по бокам за центруемые в общем и так а так красиво будет если мы оставим стекло здесь до низу мы сможем оставить здесь сидячее место если у нас дверь подвинется посередине сидячее место уже будет задеваться дверью либо с другой стороны она будет ну в общем не очень комфортно будет вот этот закуток он очень такой толковый получается а вот здесь у нас вот это все сохнет и все тоже тут подсохнет можно все красить краску сейчас надо заказывать срочно уже что я следующее дело следующее я делаю через три дня приезжает нам устанавливать раковину новую кранму муж никак не закажет он хочет этот ход так который кипяток сразу льет и фильтрованную воду блин ну кроме того что он стоит дофига я еще не вижу в нем смысла сейчас на то есть сейчас можно временно поставить обычный кран потом уже его потому что стыковать установку раковины этого крана будет нереально чудовищная раковина вот это вот все белая гадость это не грязная рак это вот она такая и нельзя отмыть вот этот чудовищный совершенно чудовищный вот этот вот топ я буду шкурить весь то есть это вот первое чем я был одной из первых вот это покраска стен свет придутся ставить все но я пока не могу красить стены пока не высохла штукатурка поэтому ближайшие дни я хочу заняться фартуком вот этим я уже на самом деле крыльцо доделала если бы у меня не травма была бы у меня нога воспалилась но травмы не было почему-то у меня какое-то воспаление ноги я сегодня не от ложки полдня провела и успела как раз концу работ штукатуров и за сыном школу вот это я все буду вымывать шлифовать красить все желтые и швы белую оставляю желтые плитки и швы между ними крашу специальной краской праймер сначала это везде я делаю то есть не будет ничего желтого следующим этапом я шкурю наверное завтра мы сегодня последний день мы пользуемся этой раковиной завтра я все это вымываю ну вот я завтра как раз начну эту работу я все вымываю у меня уроков завтра много блин ну постараюсь успеть все вымываю вымывая плитку вымываю здесь все и надо будет мне шлифовать ой я как всегда с этим разглавит а пришли жалюзи нам в комнату уже деревянной такой ширины должны быть красивенькие нам в комнату три штуки кирюши в комнату пришли жалюзи а больше пока мы не заказывали здесь я заказала шторы шторы вот так будут висеть под потолком покрашу вот эти кстати стены я могу завтра спокойно уже красить только мне праймер не придет завтра я могу за ним съездить бенки хотя тут такая тонкая полоска здесь и праймер не нужен принципе вот это то я могу уже покрасить эти стены а если их покрашу то есть все кроме вот этого куска я могу стены здесь покрасить и тогда мы можем подвигать 10 диван это уже было бы хорошо пришел свет наш красавец и рама тоненькая и черная в общем то что я хотела то есть не похабная такая толстая толстая как в икее а тоненькая элегантно это все так классическое есть в white company такая же модель но у них не настолько красивая форма и они кстати еще там дороже но они мне гораздо меньше нравятся эти элегант не в этих тонкие такие линии сочетание тоже вот этого металла с черной рамой ему есть просто металлические у них тоже без черный и что и главное что у них стекло везде и сверху по моему тоже стекло поэтому эти мне больше всего понравились джон льюис еще есть похожие но тоже у них хуже форма но тоже хуже на мой вкус она нам она мне меньше нравится может быть кому-то она нравится больше но я нашла именно то что искала к огромные коробки конечно как я думал сначала нам печки тащат эти духовку у нас вот три таких коробки вот тут детали как они будут выглядеть три коробки это все у нас будет в холле так хочется уже все повесить а вот это у меня из америки пришла west elm люстра в нашу дайнингро в столовую сегодня занимаюсь крыльцом с утра пораньше отшкурила заки лакировала все покрасила вот этот козырек тоже увесь отмыла и вот внутри думаю каким цветом скорее всего буду делать я думал зеленым но я буду делать наверное вот таким нейтральным таким вот темно-темно-серым поэтому наверное сейчас буду красить лень конечно может оставить просто беленьким освежить потому что этим темным много слоев надо будет делать наверно час работы ну ладно сделаю темным наверно сразу сходили зоем в разные магазины полы опять это антика я смотрела у них же есть инженерная доска паркет зашли купили новую насадку на душ пока ремонта нет хотя бы мы нормальную насадку на душ и седло на туалет а я думала деревянная черная но взяли пластиковая она посимпатичнее выглядит и покачественней тоже деревянный в основном мдф из натурального дерева они все какие-то маленькие но оденем надеюсь по размеру подойдет это в туалет внизу потом мы будем от туалет тоже менять но вот пока будет так хотя бы посимпатичнее и не не старая задрипанное седло но я тут болтаю с вами потому что влоги когда влоги когда влоги надо мне крыльцо быстро покрыть хотя бы балки лаком ко мне пришел лак где он кстати пришел мне миллион посылок это продукты мы все некуда их разбирать было вот в таком мы живем на этом своим прощаю желаю всем отличного настроения не забываем комментарии лайки вопросы ответы вообще все по материалам еще раз говорю в моем инстаграм шима схому специально его создала по ремонту интерьеру чтобы все в одном месте было пока пока а давайте на прощание покажу вам моську где моя моська луна где-то светочей моих где моя девочка вот она моя девочка будем прощаться будем прощаться лежит маленький лисенок волкались лиса волк да да и тут как сумасшедшая на этих рабочих она но когда не приходит она боится так она к ним привыкает не лает но когда начинается там пылесос какой-то шум непривычный шум она нервничает когда она к нему привыкает уже нормально будем прощаться любовь мы еще пока пока а и и и и и и мы и и и